МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС В ЭФИРЫ ТЕЛЕКАНАЛА БЕЛАРУСЬ СТРЫЛ БЛЯЖЕЙШЕЙ АХВЕЛИНЫ КАЛЕДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН ВЯДОМЫХ ИМЕННОВУЮ ТЕКАВЫХ ПАДЗЕЙ ДВАНАСТАГА СТУДЗЯНЯ НА КАЛЕНДАРЫ І ДАЛЕЮ ПРАГРАМЮ УСЁ САМАЙ ЦЯКАВЫЕ В КУЛЬТУРНЫМ ЖЦЦІ НАШЕЙ КРАІНЫ ПАЧНЁМ З ГАЛОВНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАДЗЕЙ ГЭТЫХ ДЮН У МИНСКУ САБРАЛІСЯ ЛЕПШЕЯ ЛЯЛЮЧНЫЕ БАТЛЕЮЧНЫЕ ТАТРЫ ШАСТЦІ КРАІН БЕЛАРУССІ, РОССІЯ, УКРАІНЫ, ПОЛЬШЧІ, СЕРБІЮ И ЛІТВЫ НА ТРЭЦІ МИЖНАРОДНЫЙ КАЛЯДНЫЙ ФЭСТ БАДЛЕЮЧНЫХ ИЛЯЛЮЧНЫХ ТЕАТРАУ НЯБЮСЫ НА ПРАТЯГУ ЧЕТРЫХ ДЮНУ АДУКАЦІЙНЫМ ЦЕНТРЫ СВЯТЫ ИЛИ САВЕТЦІНСКАГА МАНСТЫРА ПУБЛІКА УБАЧЦІ ЦЛЕПШІЯ СПЕКТАКЛІ 21 КАЛЕКТЫВА МНОГЕ УДЕЛЬНІКІ И ЛАУРАТЫ МИЖНАРОДНЫХ ФЕСТЫВАЛЮ И КУНКУРСАУ ПЕРШІМИ ПРАЦІНІ НОВЫЕ КСКУРСІЙНЫЕ МАРШРУТЫ ЗАПРАШАЮ АТРАУ ВЫЯУЛЕНЩА ГАМАСТАЦЦТВА НАЦИОНАЛЬНЫМ АСТАЦКІ МУЗЕЙ РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУССЬ ПАЧАС НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ АКЦІ И КУЛЬТУРНЫЕ КАННИКУЛЫ СПЕЦІЯЛЬНЫ ДЛЯ НОВЫГА СЕЗОНА У МУЗЕЙ ПАДРЫХТАВАЛІ НЕКАЛЬКІ АЛТАРСКІХ ЭКСКУРСІЙ И АКРАЗ СЁНЯ НАВУКОВЫ СУПРАЦОВННИКА ДЕЛА НАВУКОВА СВЕТНІЦКАЯ РАБОТЫ АЛИНА СТРАЛКОВСКАЯ У ЗАЛЕ СУЧАСНАГА БЕЛАРУССКАГА МАСТАЦТВА ПРАПАНУЮ ЗДЕЦНИЦЬ ВАНРОКУ У ДВАЦАТАЕ СТАГОДЗЕ И ПАГЛЯДЦЕЦ НА БЕЛАРУССКАЕ МАСТАЦТВА ПРА СПРЫЗМУ САЦІЯЛЬНЫХ ЗМЕН А ТЫМ ЧАСАМ РЫСПУБЛЛІКАНСКІ ТАТР БЕЛАРУССКАЙ ДРАМАТУРГІЇ СЁННЯ ПРАПАНУЮІ ПУБЛІКІ СПЕКТАКЛЬ ПЕЛІКАН ПА ПЪЕСІ АЛГУСТА СТРЫНБЕРГА ПЪЕСЫ ШВЕЦКАГА ДРАМАТУРГА А ИХ КАЛЯ 60 РОЗНЫХ ЖАНРУ И СТЫЛЯУ НЕ СЫХОДЗЕЦ С ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕПЕРТУАРУ УЖУ БОЛЬШ ЗА СТАГОДЗЕ СЯМЕЙНАЯ ДРАМА ПЕЛІКАН АДНА З ПАЗНЕЙШИХ КАМЕРНЫХ ПЪЕС ДРАМАТУРГА Мінавіта з ПІЛІКАНАМ ЗАГАДКАВАЙ ПРЫГУЖАЙ ПТУШКАЯ, ЯКАЯ САМАХВЯРНА ДАЄ СВАЮ КРУУ ПТУШАНЯТАМ, ПРАУНОВАЮСЯ БІ ГАЛОВНАЯ ГЕРАІННЯ ТВОРА ЭЛІЗЕ У ТАТРЫ СТУДЫЙ КІНА АКТЄРА СЮННЯ МУЖНА УБАШИЦЬ НЕСТАРЫЛЮ КЛАСІКУ АЛЯКСАНДРА СТРУСКАГА ШПЕКТАКЛЬ, ЯК ВЫХОДЗЯЦ У ЛЮДЗЕ АЛЬБО НА КОЖНАГА МУДРАЦА ДАВОЛІ ПРАСТАТЫ У ПАСТАНОВЦІ ТАТІНА ТРАЯНОВІЧ ПЪЕСА, НАПІСАНАЯ ЯЩЁ УСЯ РЭДЗЕНІ ДІВЯТНАЦАТАГА СТАГОДЗЕ, СЮННЯ ЯК НЕКОЛЮ АКТУАЛЬНЕ БУГЭТА ГІСТОРАЯ ВЄРТКАГА МАЛАДОГА ЧАЛАВІКА, ЯКІ СПРАБУЮ ЗРАБІТЬ КАРЬЕРУ ЛЮБЮМІ СРОДКАМІ ГАЛОВНЫЙ ГЕРОЙ СПЕКТАКЛЯ УМЕІ ЗВЯРНУЦЬ НА СЯБІ УВАГУ І КОНСЕРВАТАРА, І РЕФАРМАТАРА, І НУДНОЙ СВІЦКЕЙ ЛЬВІЦІ, І ЧАРОВНОЙ ЮНОЙ АСОБЫ І, НА ЖАЛЬ, УСЕЯНЫЙ НЕ ЗАУВАЖАЮТЬ ПРАУДЗІВЫХ МАТЫВАУ ЯГО УЧЫНКАУ НА ЧАРДЗІ ІНФРАМАЦІННЫЕ УЗБАГАЧЕННЯ СУСВІТНЫМИ КУЛЬТУРНЫМИ ПАДЗЕЯМИ НА УСКРАЕННІ ПІКІНА КИТАЙСКІ АРХЕГОЛАГИ ЗНАЙШЛІ КЕРАМІЧНЫЕ ПАРЦАЛЯНЫВЫ ПОСУД ГЛІНЯНЫЕ ФІГУРКІ ЖЫВЁЛ, МЕДНЫЕ ПРЫЛАДЫ ПРАЦІ И ЛЮСТЫРКА ГЭТЫЕ СТРАДАВНІЯ СКАРБЫ ПРАЛІЛІСЬ ВІТЛО НА ЖЫБЦЁ СТАРАЖЫТНАГА ГОРАДА, ЯКІ СНАВАЛ ТУТ РАНІЇ, ЧЫМ МЕРКАВАЛАСЯ НАВУКОЛЦЫ ЛЮЧАЦ, ЧТО ИХ СТВАРЫЛІ ЯЩЩЕ ДА УСТУПЛЕННЯ НА ПАСАД ПЕРШЕГА КЕРОВНІКА ЦЕНТРАЛІЗАВАННОЙ КИТАЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ У 221 ГОДІ ДА НАШЕЙ ЭРЫ ТАКСАМА НАВУКОЛЦЫ ВЫЯВЪЛІ БОЛЬШ ЗА ТЫСЯЧУ ПАХОВАНЮЮ, ЧАСТКА ЯКІХ АДНОСЯЦЦА ДА ПЕРЫЕДУ ПОЗНІЙ ИМПЕРЫ И ХАНЬ НА МЕСЦЦІ РАСКОПАК НА УСКРАЯНІ ПЕКІНА ВЫЯВЛІНА КАЛЯ ДІСЯЦІ ТЫСЯЧ АРТЫФАКТАВ У ЇХ ЙОСТЬ НЕКАЛЬКІ АСАБЛІВАСТЦІВ ПА ПЕРШЕЕ НАЛЕЖАЦЬ НЕКАЛЬКІМ КИТАЙСКІМ ДЕНАСТІМ И АДНОСЯЦЦА ДА ПЕРЫЕДУ ПРЫКЛАДНА У 2000 ГАДОВ ПА ДРУГОЕ ЄСЬ НЕКАЛЬКІ КАТЫГОРЫЙ ЗНАХОДАК АД ПОСАДУ ДА БЫТАВЫХ ПРАДМЕТАВ ТАКІХ ЯК БРОНЗАВЫЕ ЛЮСТЫРКІ ТІ ГРОШЫ У ХОДЗЕ РАСКОПАК ТАКСАМА БЫЛІ ВЫЯВЛІНЫ РУІНЫЕ СТАРАЖИТНАГА ГОРАДА ПАБУДАВАНАГА ПРЫКЛАДНА У ПЕРШЕМ ДРУГІМ СТАГОДЗЯХ НАШЕЙ ЭРЫ В АКОЛ ЯГО ЗНАХОДЗЯЛАСЯ СТЯНА КВАДРАТНЫЙ ФОРМЫ РАННЕЙ МЕРКАВАЛАСЯ, ШТО ГЭТАЯ МЯССОВАЗЬ БЫЛА ЗАСЕЛІНА ЗНАЧНА ПАЗНІЙ ЗНАХОДКІ БЫЛІ ЗРОБЛІНЫ У РАЙОННЕ ТУНДЖОУ, ДЕ ПЛАНАНАВАЛАСЯ ПАБУДАВАЦЬ НОВУЮ АДМИНЕСТРАЦЫЙНУЮ ЗОНУ ТЕАТР ЮННОГА ГЛЯДАЧА СЁННЯ ПРЕЗЕНТУЕ БАДАЮ АДНОЗ САМЫХ НЕАДНАЗНАЧНА ВОСТРЫХ ПЪЕС АНДРЕЯ МАКАЁНКА ЗАЦЮКА НА ПОСТАЛУ ПАСТАНОВЦІ У ЛАДЗИМАРА САВІЦКАГА НАПІСАНАЯ МАЛЬ ПАУСТАГОДЗЯ ТАМУ ТРАГЕ КАМЕДАЯ ДА ГЭТУЛЬ НЕ СТРАЦІЛА СВАЮ ЭКТУАЛЬНАСТІ ВЯДОМА, ЧТО ДРАМАТУРГ НАПІСАЛ ЯЯ ПАСЛЯ НЕКАЛЬКІХ ПАДАРОЖЮВ ЗАМЯЖУ У ПРЫВАТНАСТІ У АМЕРЫКУ СВАЕ УРАЖЕННЯ ОТ АСАБЛІВАГА УКЛАДЫ ЖИТЦЯ ЗАМЕЖНЫКАУ И ВЗВЫШАХ МАРАЛЬНЫХ УСТАНОВАК ЯКІЯ МОЦНА АДРОЗНЯВАЛІСЯ АТ ПРЫНЦЫПАУ ЖИТЦЯ САВЦКАГА ЧАЛАВЕКА ПІСМЕННИКА ПІСАУ У ТВОРЫ, ЯКІ ПАСЛЯ СТАУ КЛАСІКАЙ АЙЧЫННЫЙ ЛИТТАРАТУРЫ А БЕЛАРОСКІЙ ДЕРЖАВНЫЙ МАЛАДЁЖНЫЙ ТЕАТР ПРЕЗЕНТУЕ СВАЇМ ГЛЯДАЧАМ ПРЫМЬЕРУ ШПЕКТАКЛЯ САНЯ ВАНІ ЗІМИ РЫМАС ПА АДНАЯМЕННЫМ ТВОРЫ ВЯДОМАГА ДРАМАТУРГУ ЛАДЗИМИРА ГУРКІНА ПІСА ПАДЗЕЯ ЯКОЙ ЗАСНАВАНЫЕ НА РЫАЛЬНЫХ ФАКТАХ СЯМЬЇ САМОГА ПІСМЕНННІКА ПРЫСВЩЕННЫЕ ГОДЗЯ ДАМ, ЯКІ ЗАГІНУЛЮ У ВЯЛІКУ АЧЫННУЮ ВАЙНУ А ТАК САМА ВЯЛІКІМ ПРАЦЦАУННІКАМ И МАТУЛЯМ, ЯКІ АБРАНЯЛІ РАДЗИМУ У ШПИКТАКЛЯ НЯМА БАТАЛЬНЫХ ПАЛОТНАУ И ФРОНТАВЫХ СЦЕН ЙОСЬ ТОЛЬКІ ПРОСТА ЭКРАНАЛЬНЫЙ ЖЫТЁВАЙ ГЕСТОРЫ, ЯКАЯ ЗДАРАЛАСЯ У ДАЛЁКЫЙ УРАЛЬСКАЙ ВЮСАЧЦЫ З ЛЮДЬМІ, ЯКІЯ ПЕРЫЖЛІННЯ ГОДЫ ВАЙНЫ И СУДЫКНУЛІСЯ З НОВЫМІ ВЫПРАБАВАННЯМИ ПАСЛЯ ВАЕНННАГО ЖЫТЦЯ И КАХАНННЯМ НАСТУПНАЯ НАВИНА ПРЫЙДІЦА ДА СПАДОБЫ АМАТРАМ МУЗЫКІ УБАЧЦІСЬ НА СВАЕ ВОЧІ, А МАБЫЦІ І ДАКРАНУЦІ ДА ПРАДМЕТА У ІНТЕРЬЕРУ, ЯКІ АДЛЮСТРОВУЮЦЬ МУЗЫЧНЫЙ ПЕРАВАГІ СВАЇХ ЭПОХ, ЗАРАЗ МОЖНА У МУЗЕЙ ГЕСТОРЫЙ ГОРАДА ГОМЕЛЯ У МИЖАХ ВЫСТАВАЧНЫГА ПРАЕКТА ПРЫГАЖОСТІ КАМФОРТ, ТАМ ПРАТЯГВАЦЦА ВЫСТАВА МУЗЫЧНЫЙ АКЦЕНТ РЫЗЫНЫЧКА ДАДЗІ НА ЭКСПАЗЦІЦІЇ Ї СТОРЫЙ ГОМЕЛЬСКОЙ АБЛАСНОЙ ФІЛАРМОНІЇ, ДЕЙНОСТЬ ЯКОЙ ЗЯВЛЯЦЦЯ ЯРКАЙ СТАРОНКАЮ У КУЛЬТУРНЫМ ЖЫТЦІ ГОРАДА НАТ СОЖАМ ДЛЯ КІНАМАТРАУ ТАКСАМА ДАСТАТКОВА ПАДСТАУ ДЛЯ ЗАДАВАЛЬНЕННЯ НАШ КІНАГІДЗІ ФІКСЮЮЮ ПОГЛЯД НА НАЙБОЙШ ЦІКАВЫХ ІЗ МЯСТУВНЫХ ФІЛЬМАХ, ЯКІЯ ПАЗНАЧНЫ НА АФІШАХ КІНОТЕАТРОВ У ЛЮБОЙ МАР ЙОСТЬ СВОЙ КОШТ, АЛІ НЕ КОЖНЫ ЗДОЛЬНЫЙ ЯГО ЗАПЛАТІТЬ ИСТІНА АД БЕНА АФЛІКА У НОВЫМ ФІЛЬМЕ ЗАКОН НОЧІ ГАЛЛІВУДСКАЯ ЗОРКА ВЫСТУПІЛА ДНАЧАСОВА І У ЯКАСТІ РЕЖЮСЄРА, СЦЦІНАРЫСТА І АКТЄРА ЦІКАВЫ, ЧТО НА ГАЛУННУЮ РОЛЮ ДжО КОГЛЯНА, БЛУДНАГА СЫНА КАПІТАНА БОСТАНСКАЙ ПОЛІЦІЇ, РАЗГЛЯДАЛІ ЛЕОНАРДЕ ДЕКАПРЕА АДНАК АКТЄР ВЫРАШЮ У АБМЯЖАВАЦЦІ ПРАДЮЦАРСКАЙ ФУНКЦІЇ ЭКРАНІЗАЦІЯ РОМАНА НОЧ МОЙ ДОМ ДЕНИСА ЛІХЕЙНА ВЫХОДІЦ РОВНО ПРАЗ ДЕСІТЬ ГАДОВ З МОМОНТУ РЕЛІЗУ РЕЖЮСЄРСКАХ ДЕБЮТУ АФЛІКА БЫВАЙ ДЕТКА БЫВАЙ КАЛІ КІНО СУСТРАКАЦЦІ З ДжАЗАМ НА АДНОЙ З ДЫМАЧНЫЙ ПЛЯЦОВЦІ ВЫНІК АБІЦАЯ БЫТЬ БОЛЬШ ЧІМ ГОДНЫМ РЕКОРДНЫЕ У ГЭТЫМ ГОДЗІ СЕМ ПРЭМІЙ ЗАЛАТОГА ГЛОБУСА І ГАЛОВНЫЙ ПРЫЗ НА СОРАК ПЕРШІМ КІНОФЕСТЦАЛІ У ТАРОНТА ГЭТА УСЁ ЛАЛА ЛЕНД РЕЖІСЄР МУЗЫЧНЫХ ФИЛЬМАУ ДАМЬЕ ШАЗЕЛЬ ЯКІ УЖУ АТРЫМАУ ПЯТЬ НАМІЦІЙ НА ОСКАР ЗА АПАНТАНАСТЬ ПРЫСВЯТІЛ МЮЗІКЛ БЕЗСТРАШНЫМ ЛЕТУТІННІКАМ ЛАЛА ЛЕНД ГЭТА НЕ ТОЛЬКЕ МЯНУШКА ЛОС-АНДЖАЛІСА ДЕ РАЗГОРТВЮЦІ ПАДЕЇ ФИЛЬМУ АЛЕ І ИДРАЯМАТЫЧНЫЙ ВЫРАС ЯКІ АЗНАЧАЕ АДЫХОД АДЖОРСКАЙ РЕАЛЬНАСЦІ УКРАІНУ МРОЯУ І ФАНТАЗІЇ ПА СЛОВАХ КАМПАЗІТРА ДжАСТИНА ГУРВІЧА УСЄ ПАРТЫІ ФАРТЕПІЯНА У ФИЛЬМІ БЫЛІ СПАЧАТКУ ЗАПІСАНЫЕ ПРАФЕСІЙНЫМ ПЯНІСТАМ АЛЕ РАЯН ГОСЛІНГ СЕМ ДЮНУ ТЫДзІН ПА НЕКАЛЬКІ ГАДІН БРАУ РОКІ ИГРЫ НА ИНСТРУМЕНТІ У ВЫНІКУ ДА ПАЧАТКУ ЗДЫМА КАКЦІР ИГРАУ УСЄ ПАРТЫЮ МЮЗІКЛА БЕЗ ВЫКРЫСТАННЯ ДУБЛІРА І СПІЦЕФЕКТАВ ПРАТЯГВАЙ КАЛЕЙДАСКОП ГАЛЕРЕ СЛАВУТЫХ ИМЯННІННІКАУ ДНЯ СЁНЬЯ СПАМНЯЦЯ 81 ГОД ЗНАКАМІТАМУ ЛАТВІЙСКАМУ КОМПАЗИТАРУ РАЙМЕНДУ ПАУЛСУ АУТРУ МНОСТВА ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕНЬ, СЯРУВЯКІХ СТАРЫЕ ЧІСЫ, ЛІСТЬЯ ЖОЛТЫЕ, ТАНІЦ НА БАРАБАНІ И МИЛЛЁОН АЛЫХ РОС ДЛЯ НАВИТАГА КОМПАЗИТАРА, ДЫРЫ ЖОРА, ПИАНИСТА МОЖНА ПАПРАВІ НАЗВАЦЬ РОДО ПАЧАНАЛЬНІКОМ ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКІ ЛАТВІЇ НЕ НАВИТА ДЯКУЮЧИ ЯМУ ПЕРШО ПАЧАТКОВА ЛЁГКИЙ ЖАНР ПЕРАТВАРЫЛСЯ У СУРЬЁЗНЫЕ МАСТАЦТВА С КАЗКАМЕ НАСТУПНАГА ИМЯННІННІКА МЫ ЗНАЁМАЕ С САМАГА ДЯТЦІНСТВА СЁНЯ СПОМНЯЦА ТРЫСТА ВОСЕМДЗЕСЯДЕВІ ГАДОЗ ДЛЯ НАРАДЖЕННЯ НЕВЯДОМАГА ФРАНЦУЗКАГА КАЗАЦННІКА, ПАЭТА И КРЫТА КА ЭПУХИ КЛАСИЦЫЗМУ ШАРЛЯ ПЕРО СУСВЕТНЮ СЛАВЫ ЯМУ ПРЫНЮС СБОРНІК КАЗКІ МАТУЛЮ ГУСКІ ДЕВЯЦ КАЗАК, ЯКЕЕ ПРЫЖЦЦІ ПЕСЬМЕННІКА АМАЛЬНІ БЫЛІ ЗАУВАЖАНЫЕ АДІВОСНЫЕ КАЗКІ ПЕРО ПАПЯЛУШКА, СПЯЧАЕ ПРЫХАЖУНЬЯ, КОТ У БОТАХ, ХЛОПЧЫК СПАЛЬЧЫК, ЧЕРВОНЫ КАПЯЛЮШЫК, СИНЯ БОРАДА И СЁННЯ ЛЮБІМАЯ МАЛЕНЬКІМИ ЧЫТАЧАМІ А ПРОЧТАГОЯ НА ИУ СЛАВЛЮННЫ У МУЗАЦІ, БАЛЕТАХ, КИНАФІЛЬМАХ, ТЕАТРАЛЬНЫХ СПЯКТАКЛЯХ У ЖИВАПІСНЫХ И ГРАФІЧНЫХ ТВОРАХ И У ПРАТЯХ ТЕМА ЛЮТАРАТУРЫ СЁННЯ СПАЛНЯЦСЯ 141 ГОД С ДНЯ НАРАДЖЕННЯ АМЕРАКАНСКАГА ПІСМЕНННИКА ДжЕКА ЛОНДАНА СУРВЁЗНА ЗАЙМАЦІ ЛЮТАРАТУРАЙ ПАЧАУ ТОЛЬКІ У 23 ГАДЫ МЕУ ШАЛЁНУ ПОПУЛЯРНАСТІ БЫУ САМЫМ ВЫСОКОПЛАТНЫМ ПІСМЕНННИКАМ У ЗЮША ЯГО МАЛАДОСТЬ ПРЫПАЛА НА ЧАС ЭКОНОМІЧНЫЙ ДЕПРЭСІЇ У ПОЖУКАХ СРОДКАУ ДЛЯ ИСНАВАННЯ ЗМЯНІУ ШМАК ПРАФЕСІЇ НАВАТ ПРАЦАВАУ С ТАРАТЕЛЯМ НА АЛЯСЦЦІ ТАМУ НЕ ВЫПАТКОВА, ЧТО МЕНАВІТА КАЛАРЫТ И РАМАНТЫКА ПОУНАЧІ МОЦННЫЕ ХАРАКТАРЫ И СТАЛІ ГАЛОВНЫМ МАТЫВАМ ЯГО ТВОРЧАСЦІ ЗАНЯДОГУ ПІСМЕННІЦКУ КАРЬЕРУ ЙОН НАПІСАУ КАЛЯ ПАУ СОТНІ КНІХ ДАЛЕЮ КАЛІ ДАСКУПЮЛ ЗГАДАЯМАМЯ ЯПОНСКАГА ПІСМЕННІКА И ПРАКЛАТЧЫКА ХАРУКІ МОРАКАМІЯ КОМУ СЮННЯ СПАЛНЯЦІ СЦІЦІ СІМ ГАДОУ МОРАКАМІ ТОЙ САМЫЙ ПІСМЕННІКІЯКІ АТКРЫЛ ЯПОНІЮ И АЕЖИ ХАРОУ ДЛЯ УСЯГО УСЯГО УСВЕТУ ЯГО КНІГІ ГЭТА КНІ УСВЕТ ЯПОНЦІУ У СВОЮ ТВОРЧЦІ СЦІ МОРАКАМІ ЗЛУЧАЮ ЖАНРЫ НАВУКОВОЙ ФАНТАСТЫКІ І ДЕТЭКТЫВА МИСТЕРЫ І АНТИУТОПІЇ ЙОН АУТАР ТРЫНАЦЦІІ РАМАНОВ НЕКАЛЬКІХ КНІГ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЗЫ ДІТЯШІХ КАЗАК І ЗБОРНІКА ЕСЕ ПРА ДЖАЗАВЫХ ВЫКАНАЛЦЦІУ І ЯЩЁ АДНОЕ МЯБІЗ ЯКОГА НЕМАХ ЧЫМУ УЯВІТЬ САБІ ГІ СТОРЮ БЕЛАРУСКАЕ СТРАДЫ ЦЁ НЕ СПОЛНІЦІ СЕМЬДІСЯТЦІ СІЩ ГАДОВ З ДНЯ НАРАДЖЕННЯ КАМПАЗІТРА И СТВРАЛЬННИКА ЛЕГЕНДАРНАГА АНСАМБЛЯ ПІСНЯРЫ У ЛАДІМИРА МУЛЯВІНА КАЛІ КАЗАЦЦІ СЧЫРА ТО ДА МУЛЯВІНА БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНІ ПАХВАЛІЦІ САЩЮ СЮСВІЮ СЮСВІДНЫЙ ПАПУЛЯРНАСЦЮ НЕ МАГЛІ АРТЫЖЖА РАЗГЛЕДЦІУ ЇХ І УДЫХНУ ЇХ НОВАЕ ЖЫЦІ З ГЭТАГА ЧАСУ БЕЛАРУССКАЯ ПЕСНІ ЗАГУЧАЛІ НА УВЕСЬ СВЕТ І МАЛА ХТО ВЕДЫЯ, ШТО УЛАДІМИР МУЛЯВІН ЛІЦІ НЕ СІМВАЛ ДЕЛАРУССКАЯ НАЦІЯНАЛЬНЫЙ САМАСВЯДОМАСТЦІ НЕ АВЕДАУ БЕЛАРУССКАЯ МОВЫ ЙО НАМАЛЬ ІНТУІТЫЛНО ПЕРАКЛАДАУ НА СВОЙ ЛАД ФАЛЬКЛОРНЫЕ СЛОВЫ І МЕЛОДЫКУ УСІМ АМАТРАМ БЕЛАРУССКАЯ ГАДЗЯРЖАВНОГА АНСАМБЛЯ ПЕСНЯРЫ БЕЛАРУСС-ТРЫ ПАДРЫХТАВАУ ЧАРОВНЫЙ ПАДАРУВНАК ЗАОТРА У СІМНАЦАЦ СОРАКА, А ТАКСАМУ У ДВАЦАТТРЫ СОРАКПЯТЬ ПАЧАС ПРАЕКТА НАВАГОДНІХ ВЕЧАРОВ У МАЛАДІЧНІЕ ДЗВЯТЫСЯЧЕ ПЯТНАЦ РАЗАМ З ГУРТОМ МОЖНА БУДЗЯ ОКУНУЦСЯ У СІВЯТОЧНЫЙ НАСТРОЙ А УЖЕ ВСЁННЯ У ДРАМАТЫЧНЫМ ТАТРА ИМЯ МАКСИМА ГОРКАГА ПАКАЗЫВАЦЬ ШПЕКТАКЛЬ ПЯСНЯР ЖОРСТКУЮ ШАКАВАЛЬНОЮ ТОЙ ЖАЧАС РАМАНТЫЧНУЮ МУЗЫЧНУЮ НЕВЕРАГОДНО СЩЫРУЮ ПАСТАНОВКУ ПРЫСВЕЩЕННУЮ НАРОДНОМ АРТЫСТУ СССР УЛАДІМИРУ МУЛЯВИНА ЯКАЯ ДАРЫЧА СТАЛА АДНОЮ З ГАЛОВНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕМЬЕР ГОДА КУЛЬТУРЫ ПЦЕСУ СПЕЦІЯЛЬНО ДЛЯ ТЕАТРА ИМЯ ГОРКАГА НАПИСАУ МАЛАДЫЙ БЕЛАРУССКИЙ ДРАМАТУРХ ВАСІЛЬ ДРАНЬКО МАЙСЮК А ДАВЕДАЦЦЯ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНІ ПРА СПЕКТАКЛИ ЯГОСТВАРАЛЬНЫКОУ МОЖНА СЩЁДНЯ НА НАШЕМ ТЕЛЕ КАНАЛЕ ПАЧАС ПРОГРАМЫ ТЕАТРУ ДЫТАЛЯ ХУ 14.20 А мы тем часом пропануем зараз узгадать про жизнь и творчество легендарного музыканта, а также ознайомиться с выданием, просвеченным до 75-ти годия с дня народжения композитора, с ягодочкой Мариной Мулявиной. Марина, Ольга, здравствуйте. Знаю, что идея книги Владимир Мулявин и Лидия Кармальская «Недосказанная» родилась еще в нулевых, но работу над ней вы начали только год назад. Знаете, когда проходит время, когда ты понимаешь, что ты что-то недосказал, как и они не смогли в своей жизни досказать друг другу, ты понимаешь, что все равно нужно об этом рассказать и опубликовать. Когда лежит переписка родителей, когда колоссальнейший архив, видео, фото, музыкальный. И вообще это неизвестный Мулявин. Мулявин со своим родоводом, Мулявин без усы, Мулявин начинался когда. Насколько я понимаю, в книге вы не ограничились только историей отношений ваших родителей. Ее тематика намного шире. Ну, естественно, потому что для меня они родители. Но для тех, кто их знал, это в первую очередь музыканты. Вот, при том профессиональные музыканты. И когда они познакомились, мама уже была со своим именем. Решение опубликовать личную переписку отца и матери наверняка далось вам нелегко. Абсолютно. Не, но переписку, конечно, нет. Переписка – это личный архив. Марина Владимировна – это естественно. Архивы все были. И военные архивы. Потому что история начинается с армии. И армейская уже позже. Вначале это, наверное, все-таки Томск. Томск, Кемерово, Чита, Свердловск. Марина, а правда ли, что благодаря работе над книгой некоторые факты из жизни ваших родителей стали для вас откровением? Да. Да. Потому что, когда я задавала вопросы маме, ну, давай что-то писать, рассказывай истории, вспоминай. Она говорила, Марина, господи, здесь еще слишком рано делать. Я еще не в том возрасте, когда я должна заниматься мемуарами. А правда ли, что документы и воспоминания пришлось собирать буквально по всему миру? Если вы видите, здесь вот написано «Исследование, воспоминание, публицистика». Что касается исследований, это было по моей части. И, конечно, это большой объем материалов, которые мы получали из архивов, и нужно было анализировать. Потом вот эти вот фотографии, которые тоже искали, можно сказать, по всему миру. А на самом деле было очень интересно, потому что, понимаете, мне это близко не только как музыковеду, как исследователю, но и по-человечески близко. Это мое детство. Марина, а в чем лично для вас главный смысл этой книги? Наверное, это… Я не знаю, я не хочу сказать, что это жирная точка, но просто для меня это памятник моим родителям. Марина, Ольга, спасибо вам большое, во-первых, за такое издание интересное, за память, за интересные факты. И надеемся, что читательский интерес к книге Владимира Мулявина и Лидия Кармальская «Недосказанная» будет таким же большим и интересным. И это все, про что мы поспели рассказать. Заставайтесь разом с телеканалом «Беларусь-стрей» и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова